так друзья только сейчас снял фильм вот общался с гостями шушинска которая по классической схеме уничтожили деревья дошло до них на четвертый год приехали посоветоваться и купить новые саженцы ну заодно вы думаете они купили эти книги нет они отказались они сказали мы кое-что уже знаем вот но значит книги не для них вот жалко уже скоро заканчивается сезона мне удалось здесь продать не больше пяти книг брошюры вот они видите 100 рублей тоже плохо идут за все время продал 3 или 4 а стоять здесь почему вот это я помогаю торговать саженцами как ой мне говорят что это такое я говорю не я уже а таня железовая невестка вот апорт алматинский а это что это красота розмарин бельфер китайка вот и голден железово не признали я за эту за голденделли ничего я не обиделся она от этого меньше не стала это еще они в этом году еще мелкие потому что год такой после прошлогоднего засохи плохо развивается их много но мелковатые а на самом деле вот это до 600 грамм обычно вот это вот сейчас скажу потому что меня такие вещи оскорбляют но успокаиваюсь и пытаюсь их использовать для будущего для того чтобы было понимание как вы нет тему селекции искусственной людьми естественной природы межпланетной панспермия и 4 божественная которая очень может быть по одной причине сильно уж сложной днк вот так вот за какие-то считанные тысячи лет даже миллионы лет не могла возникнуть исключено путешествовал между звездами но уже тогда не миллионы лет не миллиарды а триллионы тогда еще могло быть вот или генную инженерию садоводство я называю божественным промыслом как хотите так понимать после того когда я вот это все произнес это было двумя днями раньше здесь же вот мои книги еще раз видите здесь же рассказано железовым маразм крепчает ладно пойдем дальше это просто это говорится спасибо человеку ожидал повод поговорить так позднее груши так ладно это значит что а вот что сейчас про эти груши потом меня иногда не то что обманывали оказывается вот эти груши на мой взгляд трудно их есть они красивые вот но есть них дубовость вот она видит и есть них дубовость есть ничего с этим не поделаешь и тогда эта ветка надломана для чего чтоб я не спутал с другими и взял и спилил потом спирил так идем дальше так 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 ну мы с вами уже общались я снимаю так стараюсь сам в конце концов я устал вот пошел я знаете куда себе я здесь у себя но там я у себя и почему потому что я сейчас там приводить при приводил сеянцы персиков одно-двухлетние в полулежащее состояние и тут мне братцы говорит я с ним поделился иди снимай фильм пока это это ж не только тебе надо ладно думаю сниму еще один фильм ну вот все что мы делаем как говорится для людей пойдем 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 тут тут рядом кто еще тут не был геологов 2 геологов 1 вот здесь я начинал домики из опилок обшиты досками ну а теперь уже сайтингом уже не выглядит так убого тогда мы с вами еще небольшой сюжетик снимем и будем считать что я никогда сюда приехал а вот они значит полукровенная форма выглядит вот так по железу видите две ветки вот он персик допустим за номером раз вертикально остается навсегда нет мне наклонить проще парень на репу целиком спрятать вот но у меня душа разрывается на две части делаю я вот она видите полукровенная форма ее закроет снег дальше следующее сажение здесь четыре ветки раз два три я как-то в фильме показывал как я делал лучше остается навсегда вертикальной не каждый год они подмерзают все на пределе но это сеянец он не привит вероятно что эта ветка замерзнет не замерзнет а подмерзнет 50 на 50 вот они плодовые почки и вот третий год почки заложили видите а это что значит вот они это значит вот видите что она засветет если получится а нет не надо я занимаюсь селекцией но ветка ветка если вертикальная самая мощная остальная прикрывает так смотрите это и надавил а эту поднес чтобы она на землю не ложилась и не гнила видите она остается в воздухе второй вариант тоже самое вот третье здесь придавил там защитил от земли вот это у меня вообще почти все дерево останется вертикальным и не спрятанным только страховка заключается в следующем вы живете на юге а там тоже может ударить мороз тогда берется самая нижняя ветка гибкая придавливается к земле если это все погибает вот это все погибает то нижняя ветка вот это все туда отпиливается нижняя ветка выпрямляется сразу не скажу так и будет жить дальше вот молодые как это называется молодые посадки недельной давности смотрите посадил положил на бок нет показалось мало тогда я одной придавил вторую подложил снизу чтоб она неwwww с estimate к н3 она сильно обрезана почему вот смотрите пересадка не посмотрите видите пересадка 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 она с поэтому сильно обрезанная не пересаженной эти выросли гости смотрите видите придавил придавил но обрезать не стал она вся уйдет под землю она не пересажена значит ей обрезку предпосадочную делать не надо следующий еще один такой один снизу один сверху сильная обрезка и вот вы ни за что не догадаетесь что я еще не закончил этого сейчас призывается а потом тут у меня есть маленький котлованчик я сюда еще по несколько лопат сверху почему тут корни совсем близко сантиметров 10 они могут замерзнуть у нас бывает как как правило выпал снег все нормально потом снег растаял ударил мороз куда уж нормальный а это персики непривитые как хотя и говорю что это самое расстояние в мире но пусть поберегется вот имеете право жить не укрытыми имеют